И Дина Масинала, Волгарет. И я приглашаю на площадку игроков контролирует Дина Масинала. Номер один, Анна Верещан. Номер два, Екатерина Медвиновна. Номер пять, Анастасия Юршова. Номер тринадцать, Анастасия Старшова. Номер пятнадцать, Зарестина Алисайлова. Номер шестнадцать, Дарья Яковлевна. Номер шестнадцать, Анна Любопова. Номер девятьнадцать, Юлия Уначловна. Номер двадцать шесть, Алена Уадиловна. Номер девять центр, Анна Шейтер. Номер дмстадцать восемь, Кафида Зивитчуна. Номер десяде SAMника, Екатерина Спеховна. Номер пятьдесят семьи, Инна Патченко. Номер шестнадцать семьи, Виктория Дурзевна. Номер десядесят на д 60, Екатерина Мусишова. Номер семьдесят два, Анастасия Шлифтовна. Главный перевел Николай Александрович Исмаилов. Пристет Tiago��겠습니다 разобидно от Ленина Могиновового Шеп помощью. Ну и еено Д友дович Минов-3, на площадке смечаем игроков карт-больного клуба КУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. Номер 4 Александра Тавьянко. Номер 7 Вентилы 2014. Номер 8 Илья Анатольевна, номер 10 Юлия Галяева, номер 11 Юлия Горькова, номер 11 Валерия Наплита, номер 17 Юлия Анатольева, номер 13 Екатерина Ахашова, номер 21 Орли Горькова, номер 33 Мила Анатольева. Номер 37 Анталия Анатольевна, номер 64 Мария Дужина, номер 66 Екатерина Барканова, номер 77 Верасова Крова, номер 93 Виктория Самарко, номер 71 Капитан команды Екатерина Лячина, главный предел Евгений Васильевич Шевьев. Николай Судин, Евгений Камбалевская, Илья Анастасия Танилова, слава. И инспектор Мальчишев, и анекдонарной категории Александр Геннадьевич Пашпак, гусинский. Уважаемые болезни, прошу всех встать. Звучит государственный дип Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олимпийская чемпионка Виктория Жилинская и одновременно молодая мама. Добрый вечер. Добрый вечер, Вика. Будем наблюдать за этим поединком. Это второй матч. Совсем недавно мы поддерживали нашу команду в достаточно сложной игре против Астраханочки. Какое впечатление оставил этот матч Вика и за счет чего все-таки нашей команде удалось преодолеть сопротивление такого серьезного соперника? Ну, наверное, все-таки за счет желания. Вот Евгений Васильевич в перерыве сделал девочкам недочет. И они вот по ходу второго тайма все выполнили. И за счет характера еще раз. Но сегодня Волгоград. Волгоград совсем еще недавно был законодателем в женском гандболе. Достаточно серьезным, основательным. Шесть раз подряд, начиная с 2009 года, команда выигрывала чемпионское звание в нашей стране. И, в общем, соперник в те времена был, наверное, для нас достаточно сложным. Кубань набирала обороты в то время. Но сегодня Волгоград не так силен. По какой причине, Вика? Что случилось с командой, которая задавала? Ну, нет финансирования. Серьезная смена состава, да? Молодежь, главным образом. Я вот вижу в составе даже 2000 года есть спортсменки. И это, понятно, только первые шаги для тех, кто вот сегодня на площадке появился. Но у нас, у нас в составе в селе, я решенной вот заявки сегодня не увидел, и Вернигоровой. Но Валя у нас получила травму, с коленом проблема. Насколько серьезно удалось выяснить, Вик, не в кассе? Да, серьезно. Крестообразная передняя. Крестообразная все-таки. Передняя, задняя. Да, передняя. Передняя, да? Значит, сложная операция. Это как минимум на полгода выпадает. Ну, а решена, я знаю, залечивает свои травмы. Не стали сегодня рисковать, да, в тренерском штабе. Ну, в нашем составе, давайте, началась игра. Волжские гонболистки с мячом. И у нас, еще раз напомню, второй тур женской суперлиги. Это предварительный этап. Команды будут сражаться за выход в решающую фазу соревнований. Ну, а Волгоградки своей первой атаки. Давайте познакомимся сначала. И первый мяч в сетке наших ворот. Полина Каплина в воротах. Ну, с гостей начнем. Анна Верещак. Это вратарь. Совсем юная, можно даже сказать. 17 лет вратарю. Ну, в 57-й в воротах. Это Ирина Панченко. 98-го года тоже ненамного старше. Ну, а Юля Горяева здесь пытается в центральной зоне комбинировать с Фроловой. Позиционная атака. И Горяева на фланг. В составе сразу у нас на площадке и Екатерина Левча. Так, Фролова постаралась пробраться сквозь центральную зону. Встретили ее, сблокировали. Разыгрывают наши девочки. 9-метровый был. И вновь Горяева. Пытается выйти на ударную точку. И успешно завершает свою атаку. 1-1. У нас вторая минута. Кубань принимает. Динамо Синару из Волгограда. Состав. Анна Верещак. Это голкипер, я сказал. Екатерина Литвинова. Анастасия Ершова. Анастасия Старшова. Дарья Рябцева. 19-й номер. Юля Маркова. Мария Дувакина. Анна Шейна. София Синицына. Екатерина Скивко. Ирина Панченко. Виктория Турусина. Екатерина Кузнецова. Анастасия Брежнева. В общем, все. Неудачно завершилась наша атака. Подбирают волгоградские спортсменки мяч. И теперь свою. В приличном темпе развивают они. Но неточная передача. И мяч из-за боковой. Но там нарушение. Вика, что там было? Да, жестко сыграла Антонина Скоробогаченко. Будет назначена 9 метров. Вика, вот после матчевых интервью, которые оба тренера, после матча Кубань-Астраханочка, тренер наших соперей жаловался на то, что Кубань очень жестко играла. Даже сверх нормативно, может быть, даже соответствует ли это и вообще для современного гандбола? Насколько уместно, может быть, в плане жесткости делать замечания? Ну, если не будешь играть жестко ты, то будут играть с тобой. Поэтому вышло так, как вышло. Евгений Васильевич сразу дал, видимо, девочкам наставление, чтобы они играли жестко. Так что, я думаю, так. Ну и потом гандбол контактная игра все-таки, да? Да. А вот если говорить, сравнивать, допустим, с требованиями международного уровня. Вот российский гандбол в этом плане, насколько он сопоставимый? Ну, в европейском гандболе там всегда жестко играют. То есть у нас бывают такие, может, промежуточные игры, то, что ты даешь, может, себе слабину и, как бы, не играешь жестко. А в Европе играют все жестко. Отлично играет сейчас вороток Полина Каплина, парирует удар. И теперь атаку в предсчете 1-1. Начинает наша команда Фролова. По правому флангу Голуб Диану подключает Горяева. Просок. И вновь, и вновь голкипер выручает. Вот, хорошо, и попытка теперь быструю контратаку. И мы выручают наш штанга. Теперь Горяева с мячом. Повезло немного, да, в этой ситуации? Да, да. Пика, какое впечатление Екатерина Левчина, наша молодая чемпионка в составе сборной России, 18-летняя чемпионка мира, оставляет? Доверяет ей? Ну да, Евгений Васильевич ей доверяет, но все-таки еще она не сыграла с командой, еще не чувствует своей игры, вот, еще все игры впереди у нее. Так что, еще посмотрим, да. Это аванс, скорее, наверное, со стороны тренерского штата. Ну, это чтобы, мне кажется, мандража, может, у нее не было. Евгений Васильевич, так бывает, да, у него проверочные. Ну и об арбитрах. Ну, сначала главный тренер Евгений Васильевич-Трифилов, понятно, заслуженный тренер России. Александр Иванович Тарасиков, это тоже специалист, который нам хорошо известен. Это старший тренер, но гостей Николай Александрович Измайлов, тоже заслуженный тренер России. Это наставники, которые вот сегодня и вывели спортивные коллективы на площадку Дворца Спорт-Алимп. В обороне сейчас счет 1-1, и к пятой минуте счет этот сохраняется. Несколько атак неудачных. Здорово бросает Фролова. Ярослава неожиданно сумела застать в располог голкипера. Соперница. Ну, плюс к тому, что, да, выхода не было. Хотя они знают Ярославу, не знаю, почему девочки. Не ждали от вас. Ну, четыре спортсменки, во-первых, которые зашелили и цвета Волгограда сейчас составили нашей команды. Фролова одна из них. Вернигорова Валик у нее участие не принимает. Скоро Магатченко тоже из Волгограда. И четвертая у нас Юля Голикова. Еще тоже спортсменка, которая защищала цвета Волгоградского клуба. Прежде бросают и точный бросок. 2-2 сравнивают на шестой минуте первого тайма. Левчина на Горяеву. Горяева. Фролова в центральной зоне. Носкара Богаченко. Яна Колов. Смещается в центр на Фролову. Горяева в центральной зоне бросает. И вновь вратарь играет удачно. В основном это не позиция Горяевой Юля. Поторопилась с броском сейчас? Вообще, мне кажется, ей не особо удобно играть на левом полусреднем. Так-то она всегда играла на правом. Так как у нас Антонина сейчас играет. Поэтому место ей на правом полусреднем не находится, так как она правша. Позиционная перестройка, да? Да, да. Счет 2-2. Волгоградские спортсменки, динамовки. Неудачная передача. И все же мяч сохраняют. Волгоградки у тебя. В блок воткнулась. Спортсменка нарушила правила, да? И теперь... Да, в игрока. Седьмая минута. Седьмая минута. Первая тайма 2-2. Напомню, матч в Минской Суперлиге. Диана Голуб. И тоже неудачно. Семиметровый. Семиметровый, да. С нарушением правил, да? Первый семиметровый. Напомню, что в предыдущем матче не очень ладилось у нас девочек семиметровыми. Ну, а теперь Скоробогатченко подходит. Будет выполнять сейчас наказание. Напомню, судья Евгения Гомбалевская и Анастасия Завьялова. Ну, а с мячом сейчас Антонина Скоробогатченко. И вновь не забрасываем. Что-то Тони сегодня мяч не летит. 2-2. Восьмая минута первого тайма. Ну, и надо сказать, что статистика отношений у нас с Кавдоградским клубом явно неудачная. Достаточно много мы сыграли, но преимущество и в центральной зоне. Ну, и оборона сейчас сыграла неплохо. Евгений Васильевич, как всегда, на бровке находится и активно принимает участие в матче. Скоробогатченко Антонину сажает на скамеечку запасных. А выходит у нас Виктория. Мария Дувакина. Дудина выходит. Дудина, Дудина, да. Извиняюсь. Фролова. Дудина на Фролову вновь. На Горяеву. Горяева здорово. Молодец, Юля, сейчас сумела разбросать финтами игроков обороны. Вышла на ударную позицию и в дальний угол мяч отправила. 2-3-2 ведем, но и здесь, и здесь всего лишь 9 метров. На самом деле ничего не было. Хорошо сейчас сыграла в обороне Екатерина Левчина, но и все равно замечания свои получает Евгений Васильевич. Молодоградки с мячом. Комбинируют молодые спортсменки. Блок отличный. Левчина. Катя, Катя, здорово отдает. На Голуб, и Голуб забрасывает очередной мяч. Повели наши девятая минута. 4-2. Хорошо, вот сейчас Катя, да, не пожадничала и отдала. 4-2. Да, в качестве ассистентки сейчас успевала Экатерина Левчина. Сумела продемонстрировать не только свои личные навыки при завершении атак, но и комбинационную игру. Повели так мяч на подборе и вновь не попадают волгоградские спортсменки. 4-2. Десятая минута первого тайма. Полина Каплина из ворот начинает свою атаку. Попытка сыграть оригинально, но неточность подводит наших девочек. И теперь ответный мяч все-таки наших ворот. Уходит Мария Дудина. Вместо нее на площадке появляется... Да нет, нет, просто на пару слов Евгений Васильевич. Замечание сделал Евгений Васильевич, да. Матлашова у нас, Фролова. Бросок. И с нарушением правил встречает нашу спортсменку Ярослава. Девятиметровый, да, Вика? Да. Катя Матлашова на Фролову. Дудина, Фролова на Горяеву. Слева Екатерина Левчина готова себя предложить. Матлашова на Горяеву. Горяева, Волк, как здорово. Сейчас сыграли наши девочки в центральной зоне. Помогли Горяевой сейчас освободиться. Выйти из-под опеки. Оставили большой коридор в центре, поэтому... 5-3, я не наставил. Хорошо пришло. Легко сейчас Юля, да? Да. Разобралась в этой ситуации. Потеряли ее, да, защитники. Фролова. Перехват и вновь, и вновь, и вновь бойца. Катя Левчина вступает в борьбу. Молочина подошла на Фролова. Быстрая контратака, попытка. И опять штанга выручает наших соперниц. Несвойственно правую руку бросала. Перехватывает наши девочки. Ну и теперь еще один момент у Дудиной. А вот теперь левой. Левой рукой. 12-я минута. Дудина сумела после перехвата очень расчетливого убежать в отрыв. И увеличит счет в пользу нашей команды. 6-3. 12-я минута. Матч Кубань. Динамо-Синара-Волгоград. Поединок второго тура в женской суперлиге. В желто-зеленой форме традиционный Кубань. Синие динамовки в своих тоже динамовских традиционных цветах. Ну и о том, что Волгоградский гонгбол женский задавал тон долгое время в российском гонгболе вообще. Мы уже сказали. Клуб основан в 1972 году. И команда на протяжении целого ряда лет становилась чемпионом. Серебряным призером команды становилось 5-крат. Бронцевым дважды. Но и обладателем Кубка в 2008 году ЕГЭФ была. Это Купер Кубка Европы. Ну, правда, давненько. В 95-м году. Пропускаем. Пропускаем 6-4. В центральной зоне не уследили за Анной Ивановой. Взвилась вверх спортсменка. Блок не успели наши выстроить. И левой рукой сумела Волгоградская Фролова. Отлично пробрала к Ярославу. Ник, а не показалось в прошлой игре, что Ярослава Фролова все же достаточно жестковато выглядела на площадке? Или это диктовалось развитием событий? Ну, все-таки, когда проигрываешь, вот, все равно осадок есть, неприятно. Естественно, ничего другого не остается, как играть жестко. Забивать. По делу удалили ее. А? Удалили по делу ее. Ну, сейчас уже не могу сказать. От Лашова хотелось оригинальничать, да, но немножечко самородейно. Галкипер тут сыграла удачно, хотя и до этого Каплина, на этом же наш вратарь, тоже очень здорово сыграла во время атаки Волгоградской команды. 7-4. 14-я минута. В обороне отрабатывает наша команда. Бросает на подборе и Диану Гоу заталкивает. Попытка сыграть быстро сейчас. Фролова, 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 Фролова вяжут ее во время атаки. Каких-то других действий хотела она в партнерщине, наверное, делает замечание тоже. Хатима, прошла войну, а Фролова вновь в зоне разыгрывающего. 7-4. Диана Гоу, Даряева вновь. Попытка здорово сыграла и отлично. Прошла передача на Диану Гоу в центральной зоне, а Диана сыграла как нельзя лучше. 8-4. Двойной перевес счетик. 14-я минута у нас практически завершена. Вика, ну как мужчины, игроки сборной и ведущих наших клубов становятся отцами, мы все знаем. Никак это практически не отражается. А как ведущая спортсменка перейти в статус для себя новый, стать мамой. Насколько сложно вот это вот и насколько, может быть, желание вернуться на площадку присутствует ли вообще? Ну это может быть не сложно, это как-то ответственно, вот я так скажу. Надо же с кем-то ребенка оставлять, всегда переживания, вдруг что не так. Отличный бросок. Слава Богу, то, что есть кому помочь, вот это да. Как малышка себя чувствует? Хорошо. Растем. Удобно будет спросить, удобно, если все болельщики узнают, как ее звать? Мария. Мария. Долгоградские девочки тактакуют сейчас 9-5. 9-5 перевес достаточно ощутимый. А мы же и Вики Жилинская, и Мария желаем, прежде всего, здоровья хорошего. Это самое главное. Это в спортивном плане для Вики, для самого. Ну а Мария быстрее становится на ножки. Спасибо. Долгоградские девочки атакуют. Здорово. Расстроилась, правда, Диана Голуб хотела мяч удержать у себя, но ничего. Арбитры руку уже поднимают. Рука вверху, это говорит о том, что надо завершать броском. Ну и сейчас и будет что-то делать. Ну и Ажик Фролова очень умело. Свою соперницу Вершову. А рука по прежнему у арбитра вверху. Один бросок, да, остался? Попытка бросить, но блокируем. И вновь попытка убежать. Нет, нет, не получилось. Тут братарь опять умело сыграла. А у Марии Дудиной. Надо было перевести, да, Марии. Ну она под левую руку, под свою удобную, да? Подстраивалась. Неудобно, возможно, ей было. 9-5-17 минута. Вика, ну на долгую паузу. В домашних поединках мы уходим. 6 октября только мы с Агуады Ипс играем здесь. И три матча у нас сейчас. Вот выездные, достаточно сложные. Тут Южевск, Тольятти мы закончили. Самое сложное, да, это переезд. Заступили волгоградские девочки сейчас в зону. И Фролова. 9-5-17 минута. Горяева. Левчина. Катя на Юлию. На Горяеву. Фролова. На Скоробок. На Скоробогаченко. На Антонину. Горяева. Хорошее движение наши спортсменки демонстрируют. И попытка в центральной зоне найти брешь пока не увенчалась успехом. Но Фролова с мячом. Бросает в нем. Ох, как здорово. Отлично. Фролова у нас сегодня Ярослава в ударе. Дважды верхние углы уже отправляет. До этого еще была возможность. Ну и вратарю. Я думаю, что здесь Ирине Панченко крайне сложно. Выручала она несколько раз. Вот неплохих эпизодов в свою команду. Но сокрушительный бросок. Сложно что-либо противопоставить. Вика, что можно вот когда такого уровня, как Ярослава Фролова, выпрыгивает и мощно отправляет? Что? Средить? Ну вообще защиту должна была сыграть. Командовать, да? Конечно. Командовать, руководить. Вратарю об этом в этой ситуации крайне сложно. Волгоградские девочки, но вновь Каплина на высоте и через Фролову Скоробогаченко забрасывает. Отлично. Антонина отправляет. Очень важно, чтобы Антонина набирала обороты свои. Долгая пауза у нее была, да? Да. Но в этой паузе она занималась со командой. Тренировалась, да? Да, все как все. Дудиной делает Евгений Васильевич. Замечания серьезные. А кто минуту взял, кстати, в Витя? Обратила внимание. Динамовки? Да. 11.05, 19-ая минута. Девушки, фотографируйте себя. Мы выберем фотографии. Интерес, словно, у них кто-то получит... Желто-зеленая команда наша впереди. Ну а продолжая тему волгоградских спортсменок Ярослава Фролова, Антонина Скоробогаченко, Юлия Голикова, Валентина Вернигорова, я уже говорил, эти спортсменки выступали и против Кубани в том числе за Волгоград. И вот, обращаясь еще раз в статистике, в четвером они наколотили в наши ворота 90 мячей. Приличная очень такая цифра. Вот в качестве игроков Кубани эта четверка поражала ворота своего бывшего клуба всего 43 раза. Ну, маловато наши волгоградские... Ну, смотря в зависимости от игр же. Да, да. Сколько было сыграно, да. И статистику я взял из любопытной программки, кстати. Замечательные программки выпускает наш клуб. Не очень объемная она, может быть, по страницам, но достаточно содержательная, интересная, красочная. Всегда ведущие спортсменки. Ну и... Вика, многократно и вы попадали на облежку. Да. Наших программах. Было, было. Ну а волгоградки свои пытаются атаки организовать. Так, а у нас на площадке еще, кстати, и Оля Башкирова появилась. Наша... Тоже наш новичок в этом сезоне. Ростовская девушка, да? Да. Иванова в центральной зоне. Это волгоградская спортсменка. И нарушение правил было. 11.5. 19-я минута у нас завершается. Фролова переходит в атаку. На... Не засчитывает, да? Да, Тонин всех завалила. О, прихрамывает Антониной. Но мяч у нас 9 метров. Ромогаченко с Фроловой. На Горяеву. Милана Рзаева у нас вышла. Ага. Милана Рзаева. Отлично бросает. Отлично бросает Антонина. И счет увеличивается. Растет счет в нашу пользу. 20-я минута. Вика, сложно молодым спортсменам, да? Все-таки и у нас молодая команда. По сравнению с Ростовской. Все-таки в Волгограде моложе девочки. Все-таки у нас уже сыгранные. Вот так как Динамо же ушли ведущие игроки. Так что им посложнее. Но все равно девочки борются. С желанием, с характером. Засчитывается бросок этот. 12-6 счет. И у нас предупреждение Фролова получила, да? Желтая карточка, да. Атакуют наши девушки. Скоробогаченко. Взвинчивает темп Горяева. Неплохая передача. С элементом риска. Но все же. И бросок. И забрасывает у нас Скоробогаченко. Сегодня у нас в ударе. Сумела преодолеть. Разыгрывается, да? Вика, а то, что касается обороны. Вот то, что определяет надежность клуба. Насколько в прошлом сезоне мы в последних матчах говорили, что надо бы прибавить нашим девушкам за счет того, что в обороне где-то мы слабинку даем иной раз. Как сейчас? Сумела ли команда вот по прошествии этого времени за сборы? Как на ваш взгляд профессиональный? Прибавила ли наша команда в игре в обороне? Ну, пока не могу сказать так, как мы с вами вот. Хотя все-таки могу. Вот мы смотрели с вами игру, когда в суперкубок. Были недопонимания. Ну, надеюсь, девочки справятся. Тем более еще весь этот впереди. А вы согласны с тем, что Ростов все-таки стоит особняком в нашем российском гонболе в женском? Ну, все-таки еще, да, я согласна. Все-таки еще Лада и Астраханочка. Ну, и мы, естественно, дадим бой в этом сезоне. Так что будет интересно. Забрасывает 19-й номер. Это Юлия Маркова. Забрасывает 7-метровый. После того, как мы были наказаны гонбольным пенальти после нарушения, мы переходим к своим атакующим действиям. На площадке у нас Савинова появилась. У нас смена состава. Определенная. Рзаева по-прежнему на площадке. И здесь попытка сыграть через Савинову. Хороший пас, но потеряли мы, да. Оригинально попыталась Скоробогаченко Антонина сыграть. Проникающий пас вроде и получился у нас, но, к сожалению, довести, доработать ситуацию, до взятия ворот Яна Савинова не смогла. Встречают, встречают в обороне. Цепка наши пытаются играть. Где-то это получается. 13-7, 23-я минута. Второй тур женской суперлеги. Кубань принимает «Динамо» и пропускаем мы в центральной зоне быструю стремительную атаку проникающую Анастасия Брежнева. Сумела застать врасплох вот наши оборонные редуты. Потеряли доходящего игрока. Но я сейчас уже объясняю, что... 13-8. 13-8. И болельщики наши оживились. Савинова проскакивает. Встречают ее и 7-метровый, брат 7-метровый, да? Да, да. Атака игрока, завершающего атаку, получается, да? Да, жестко встретил ее. Еще и две минуты, да? Предупреждение, желтая карточка. А, предупреждение, желтая карточка 38-м номеру. А это София Синицына. Так, ну как у нас 7-метровым? Рзаева. Забрасывает. Забрасывает. Илана Рзаева. Автор 14-го мяча, который оказался в сетке ворот. Волгоградских гонбалистов. Так, Голикова появилась. Вик, и в прошлом матче с Астраханочкой Голикова тоже не вышла в стартовом составе, по-моему, да? Но в обороне потом она здорово, вот, решающие те минуты, когда перелом во втором тайме наступил, во всяком случае показалось, что помогла команде. Помогла команде. Так. По сигналу арбитра надо начинать игру. Волгоградки. Иванова, Леворука тоже гонбалистка. Попытка сыграть. И наши встречают. Встречают. Не дают возможности пробраться на ударные точки. Опять Полина Каплина отлично играет. Хорошо. И по флангу. Да нет, нет, нет. Рзаева поторопилась досадно. Вроде играла наверняка. Уходит мяч за боковой. Но из-за боковой наши девочки вводят быстро. На Яну Савинову. Скоробогаченко. Здесь Горяева. Здесь у нас и Людмила Выдрина появилась. В роли разыгрывающей сейчас Вика, да, Выдрина? Да, да. Горяева. Бросает. И вновь вратарь неплохо играет. Неудачно тут получает удар по ноге Оля Башкирова. Ну, справилась с болью или нет, прихрамывает. Бросаемый. Опять вратарь. Так, ну и что? Семиметровый вновь бросок. Яна Савинова подстерегла отскок. И на две минуты удаляется. Семнадцатый номер волгоградских спортсменок. Дарья Рябцева покидает. Двадцать шестая минута у нас стартовала. Четырнадцать восемь. Семиметровый бросок. Антонина будет выполнять, да, Скоробогатченко? Один. Верно. Один заход уже был неудачно. Посмотрим на второй. Забрасываем. Забрасываем. Семиметровый это психология, Вик, да? Ну, я думаю, Евгений Васильевич, да, дал ей специально бросить семетр. Да. Двадцать шестая минута у нас первого тайма. Пятнадцать восемь. Комфортный перевес нашей команды. И как, шурт отражает вообще расстановку вот сейчас то, что на площадке происходит? Ну да. Вполне, да? Естественно, да. Ну, не всегда. Бывает, команда вроде комбинирует и вроде выглядит здорово, но что-то вдруг не складывается. Тут вполне, да, Приму? Ну, все равно, мне кажется, многовато восемь мячей. Многовато? Да. Вик, четвертого была игра, достаточно сложная, тяжелая. Вот сегодня играем седьмое число. Не так много было времени для отдыха. Вот по меркам профессионального женского гандбола вполне достаточно отдыха, чтобы сегодня проводить на высоком уровне, да, игру? Да. Вполне. Ну, так всегда, да. Дают выходной. Угу. Вот. И ты за это время успеваешь восстановиться. Ну, футболисты жалуются обычно, если, допустим, вот как на выезде в течение пяти дней, да, с одиннадцатого по пятнадцатого три матча проведут, это катастрофа, допустим, в футболе в серьезном. Не, ну, мы же привыкли, допустим, если у нас выездные какие-нибудь чемпионаты, там же тоже получается игра на игре. Поэтому как-то... Рзаева Милана у нас удаляется с поля на две минуты. Ошиблись мы во время атаки, попытались прервать контратаку наших волгоградских спортсменов. Ну, и вот ценой удаления в меньшинстве теперь мы будем вести оборону против волгоградской команды. Ну, мой вопрос с мужским футболом был несколько ироничный, конечно. Немножко... Ох ты, здорово, как опять Каплина играет. Вроде в ударной позиции оказалась София Синицына. Каплина неплохо выглядит, да, по первому тайму. Да и с Астраханочкой во втором тайме она прибавилась здорово, да, Виктор? Горяева с мячом. И останавливает. Это 9 метров, да? Да. Людмила Выдрина у нас на площадке. Горяева, Савинова. Горяева тут блокируют. Вновь мяч мы сохраняем. Но до завершающего броска дело не дошло. В меньшинстве, напомню, у нас и спортсменки. И Евгений Трифилов берет тайм-аут. Вик, с чем связано то, что Евгений Васильевич сейчас вот именно во время атаки? Мне кажется, все-таки его не устраивает счет. Там то, как развивается атака, да? Вроде и в защите неплохо играем, но все-таки бывают моменты, что пропускаем чисто игрока. Ну да, как-то у нас состав посильнее, поэтому я делаю такие выводы, да. Да, я думаю, да. Ну вообще, Трифилов известный максималист, да? Да. Он, во-первых... Вика, вот Евгений Васильевич на пресс-конференциях часто говорит о профессиональном уровне. Профессионал. Что такое вот в вашем представлении? Что это? Тактически грамотные на площадке? Индивидуально сильные? Или это психологически мощные игроки? Ну и психологически, индивидуально. Допустим, у тебя, грубо говоря, выходной, ты должен, если у тебя что-то болит, ты должен пойти там позаниматься индивидуально сам. Отлично завершаем очередной образцов. Профессионал слово ко многому обязывает, да? Да. То же самое, допустим, по питанию. Если ты чувствуешь, что у тебя лишний вес, то, естественно, ты, если ты профессионал... Кстати, в Кубани как к этому относятся? Насколько жестко тренерский штаб следит? Ну, в этом сезоне вот были такие условия сказаны. Чтобы следили, да, за своим весом. Чтобы лишних травм не было. Но система штрафов предусмотрена, предположим, если... Я не могу вам сказать, потому что я не была вот на основных таких собраниях. Я же недавно подошла всего лишь. Сорвалась атака наша. Ну да, я, наверное, за гранью дозволенного начинаю задавать вопросы. Но все равно, я думаю, многим интересно. Ох ты, оригинально, конечно, тут разбирается София Синицына, по-моему. Горяева с мячом. Завершается первый тайм у нас. Получится ли здесь, в центральной зоне, дойдет ли дело до завершающего броска? Горяева пробралась и забрасывает. Отличный мяч забрасывает Юля Горяева. Она, я скажу, не просто была для исполнения, да? Да. 17-10. Мне кажется, Юля у нас еще ни разу не менялась, да, в первом тайме? Не менялась, не менялась, да? Евгений Васильевич, наверное, смотрит на ее выносливость? Наверное, скорее всего, да. Но тут еще и другая может быть причина. Первый тайм вроде как не очень. Да, хорошая передача. И забрасывает. Старобогатчинка Антонина. Очень приятно, что Антонина набирает обороты. Я уже об этом говорил. Играет результативно. В ходе первого тайма записала на свой счет несколько мощных бросков. Ну и потом пропускаем все же. 18-11. Памятую о том, что четверка Волгоградской атаки не успела Юля Горяева завершить атаку. Свою стремительную. Ну и здесь сейчас Евгений Васильевич будет делать замечание Милане Розаевой по последнему голу. Да. Ну и мы с вами, наверное, вместе со спортсменками, тренерский штаб как одной, так и другой командой сделает какие-то замечания. И мы с вами отправимся на перерыв с тем, чтобы во второй половине сегодняшнего поединка, напомню, Кубань принимает Динамо Синары из Волгограда. 18-11. И мы до встречи во втором тайме. Динамо Синары из Волгограда. Попробуй хэштег из тестинки, как у Кубань. И, наверное, кто-то получит подарок. Но не знаю, когда точно получит какая-нибудь парочка сегодня подарок от Юна Свар после игры. Все, пока. Ну, если девушки уже проходят второй матч, как председательного этапа чемпионата России по готовому следовательному команду Суперлиги. Напомню первого матча, проведущего Астраханочка. 25-22. Вот мужчины сыграли на матче. Здесь уже Кубань в стране. Завтра только вступят на путь Кропы уже в чемпионате. Во-первых, что надо. Об отвертых вчерашним поражением в Старвахале обладательстве Кубань в стране Чеховские медведи. Начало плачки, дамы, и жировики в 16-20 тонн. Продолжение следует... 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 И... И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...